Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые кампании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы в программе «Подоплёка» решили снова поговорить про санкции и про то, с чем их едят. К сожалению, не все знают, с чем едят санкции и даже те, кто эти санкции реализует. В частности, буквально на прошлой неделе в Управлении Рижского свободного порта прошла встреча предпринимателей и руководителей портов латвийских с руководством комиссии по рынку капитала и банков, с руководством ассоциаций финансовой отрасли, бывшей ассоциацией коммерческих банков. И руководитель вот этого так называемого нашего фуктука Санта-Пургайлы откровенно призналась, что они сами толком не знают, как реализовать санкции. Поэтому не надо ждать, что что-то быстро произойдет, пока они разберутся. А если кому-то там не платят зарплату или задерживают какие-то платежи за услуги, то, увы, ничего с этим сделать нельзя. Вот с этой ситуацией мы сегодня будем разбираться. С человеком, который когда-то имел отношение к МСП, который следит за ситуацией, за статистикой. К сожалению, неблагоприятной и нерадующей в сфере транзитного бизнеса. Это Александр Васильев, директор Балтийского форума. Добрый день. Добрый день. У микрофона автора и ведущая Людмила Прибыльская. И мы свяжемся по телефону с представителем Весплса терминала Норд-Нати, который занимается паронными перевозками. По телефону с нами будет на связи Артис Шенкевич. Мы ему перезвоним буквально минут через пять. Итак, вот что говорит статистика о том, что произошло у нас с транзитным бизнесом? Ну, статистика, мягко говоря, она очень тревожная. И можно говорить о том, что внесли туда решающий вклад в падение, в цифры, я бы назвал это катастрофические цифры падения транзита. Только санкции или это общая ситуация, объективные факторы снижения транзита между Россией и портами на Балтийском море? Ну, давайте конкретизируем. Санкции против Веспелского порта конкретно, которые введены были в конце прошлого года, вот именно они произвели такое, ну, драматическое воздействие на бизнес? Я бы не говорил только о Веспелском, значит, свободном порту, да. Конечно, цифры по нему за декабрь падение грузооборота на 37%, а в январе этого года на 42,2%. Ну, по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Прошлого года, да. В сравнении с этими данными, ну, это, в принципе, во всем мире это считается катастрофой. Но Рига, которую санкции задели, но как бы покасательные больше, в январе упал грузооборот на 25%. И это к тому, что на 10,1% грузооборот упал, значит, в 2019 году. То есть уже по сравнению с базой более маленькой? Маленькой, более, продолжается, продолжается. И упасть на четверть, это, ну, очень тревожные цифры. Ну, и, конечно, те данные, которые, значит, опубликовала железная дорога, когда падение грузооборота на 52,2% в январе, и причем международные перевозки и того больше на 54%, но это говорит о ситуации, о которой, скажем, если пойдет дальнейшее сокращение, а они уже, как бы, анонсировали сокращение рабочих коллективов на полторы тысячи, я не удивлюсь, если скоро мы узнаем о том, что у железной дороги будут и еще планы ужаться и сократиться. Не говоря о том, что все инвестиционные программы, на которые последние годы железная дорога активно продвигала и пропагандировала, ну, они окажутся по минимуму замороженными. Но Рейл Балтика нас спасет? Нет? Ну, в принципе, Рейл Балтика по, значит, грузообороту, она вряд ли нам даст какого-то серьезного преимущества, потому что передвижение в основном проходит восток-запад, а не север-юг. Но с Рейл Балтик есть кое-какие позитивные моменты, но об этом надо говорить отдельно, да. Рейл Балтика при определенных условиях, если в Риге удастся создать большой логистический центр... Ну, под Саласпилсом, точнее. Значит, и будет возможность, значит, переводить логистические потоки, значит, с российской колеи на европейскую колею, да, то в определенных условиях Рига начнет как бы конкурировать вот с этой прямой трассой грузооборота из Китая в Европу через Беларусь, и там строится очень большой логистический центр. Появится возможность вот этому как бы монопольному, наверное, такому направлению, где сейчас в Беларуси очень сильны позиции Китая, именно Китая, да. То здесь появляется как бы вот такое ответвление, и в Риге тогда, и появляется возможность у других транзитчиков, в том числе из России, дополнительная как бы возможность, подъезжают, подходят грузы, значит, к Риге по колее, здесь они перегружаются на узкую колею и скоростной трассой дальше доставляются в центр Европы. Ну, это пока прожекты, тем более, что пункт перегрузки под Кауносом с узкой колеей на широкую уже работает лет 10. Вот, я не думаю, что мы тут сильно кого-то сможем удивить, но посмотрим, как будет. Мы хотим обратиться к радиослушателям, чтобы вы обращались к нам со своими вопросами по поводу транспорта, может быть, рассказали о том, как вас затронули эти перемены, может быть, кто-то из ваших родственников столкнулся с тем, что его сокращают на работе, или не выплачивают зарплату, или еще какие-то проблемы возникли. Как вы планируете эти проблемы решать, и что вы думаете, каким образом государство могло бы регулировать эту ситуацию и помочь людям, готово ли оно помочь и хочет ли оно помочь людям. Чувствуете ли вы такую заботу государства о себе? Телефоны 672-12-93-9, 672-13-93-9. Мы будем рады услышать ваше мнение и ваши вопросы. А сейчас мы свяжемся с представителем Венспилского порта Артисом Шенкевичем, попросим нашего звукорежиссера Евгения Копейна набрать его телефон и послушать, что же у нас происходит в Венспилсе, как венспилское предприятие довольно-таки значительное, потому что через этот терминал идет самая короткая дорога в Швецию. И, кстати, эта дорога, она пользуется большой популярностью. Как ни удивительно, но на этих паромах, которые ходят от Венспилса до Нюнисхамна, возят даже бетонные изделия для Швеции. Мы слушаем Артис. Вы нас слушаете? Добрый день. Да, да, слышно. Расскажите, как работает терминал, как вы чувствовали себя в декабре, были ли проблемы, вопросы со стороны клиентов, как вы разрешили эту ситуацию, и что сейчас происходит, как вы работаете, все ли в порядке у вас? На данный момент все в порядке. Работаем, как обычно. В декабре, да, были такие сигналы, то есть звонки с некоторых клиентов, спрашивали, как мы тут, что мы будем делать, как работать будем. Мы не знали, но от нас как бы ничего не зависит, и мы тут вообще не могли никак в никаком виде не пострадать, мы не включены, никакой список, никаких санкций против нас. Просто была такая ситуация, что не знали, как будет в будущем. Ну да, но дело в том, что когда были санкции введены, никто не понимал, вроде как управление порта записано как субъект санкции, а если у компании, которая работает в порту, договор с управлением порта, не может ли это рикошетом по ней ударить? То есть в этом были сомнения, да? Да, как бы сюда не могут зайти, то есть сюда владельцы не могут заплатить. А нам в отношениях, нашим клиентам никаких проблем как бы не было, никто не ушел от нас или не уменьшил объемы, тем более, что на сегодняшний день все в нормальном рабочем режиме. То есть паромные рейсы не отменялись, шли как обычно, без проблем? Нет, 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 ни одного судна мы не потеряли, ни одну тонну тоже нет. Так что надеемся, что все будет в порядке. Артис, а в какой мере сегодня ваш грузооборот формируют, например, латвийские или балтийские компании? То есть занимаетесь ли вы больше экспортом или транзит тоже у вас есть? Транзит есть, небольшой, да, со Швеции в сторону России, который идет через паром, паромной линии. А так в основном очень большую долю занимает экспорт местные гранулы и даже зерно и рапс. То есть Швеция это покупает или Швеция, Финляндия? Нет, это не Швеция, это идет в центральную Европу. И Скандинавию, да, больше центральную в Европу, да. Гранулы для отопления в основном. Это уже как раз сейчас есть сезон, ну, скоро закончится, да, там будет перерыв в пару-три месяца. А паромные перевозки, как они развиваются? Какие там тенденции? Помимо грузовиков, отправляете ли вы контейнеры или еще какие-то? Контейнеры тоже идут мало, но идут. В основном это экспорт строительных материалов. Из Латвии в Швецию, Норвегию, Данию. Фуры идут много, везут всяких грузов, которые мы даже не видим, что там внутри. Но количество единиц не уменьшается. Количество пассажиров увеличивается с каждым годом. Ждем хороших перемен. Нам обещают, что паромы будут еще больше. Еще чаще ходить? В будущем. И чаще нет, может быть, но как бы, ну, то есть... А, грузоподъемность увеличится. Да, да, да. Ну, такие нам елки сигналы у нас поступают. Ну, мы, конечно, рады к этим, да. Хорошо. Спасибо, Артис, за Ваш комментарий. Я думаю, что наши радиослушатели с радостью услышали то, что какие-то компании в Энспилсе работают благополучно. Но вот я хочу поделиться своими впечатлениями о встрече, которая состоялась в Рижском порту, вот той самой Сантой Пургалы, где выступал представитель Венспилского порта и задавал вопрос, ну, так сказать, нашим финансовым надзорным институциям, что же происходит с банками, что государственное предприятие, управление порта не может рефинансировать свои кредиты и вынуждено, получив отказ от латвийских банков, обращаться в австрийский банк за тем, чтобы получить финансирование. И австрийский банк идет навстречу, так сказать, открывает кредитную линию, более того, даже дает менеджера, который говорит на латышском языке. Ну, на этот вопрос, который, казалось бы, затрагивает интересы Латвии в том числе, ну, было бы логично, если бы деньги, которые предприятие платит за кредитные ресурсы, оставались в Латвии и работали на нашу экономику. К сожалению, вот этот вопрос остался без ответа, потому что санкции, это, видимо, наша священная корова, и там никаких отступлений от этого быть не может. Ну, вот, Александр, как вам кажется, эта система капитального ремонта банков, насколько она адекватно была проведена? Ну, все говорят, что победители не судят. ФАТФ нас не включил в серый список, и как будто бы это означает, что, кстати, вместе с повышением кредитного рейтинга Латвии, что для Латвии снизится плата за обслуживание международных кредитов аж на 100 миллионов в год. Вот интересно, как эту цифру можно сопоставить с теми прямыми убытками, которые мы понесли из-за капремонта, из-за бегства предпринимателей с их деньгами, открывая счета в других странах и так далее. Ну, во-первых, я хотел бы все-таки вернуться к Венспилсу, и было бы неплохо услышать, что говорят те предприятия, о которых коснулись санкции, а их было четыре. Это одни из самых крупных предприятий, которые занимаются перевалкой грузов, экспедированием, агентированием. И по данным влиятельной у нас газеты «Латвия Савизе», на них приходилось 52% грузооборота в Венспилсу к порту. И, видимо-то, на них-то, если у нашего предыдущего участника нашего разговора все хорошо, ну, из-за чего-то на 42% это рухнул этот оборот, значит, именно вот неплохо бы услышать их, и сколько сот, а может быть даже до полутора тысяч, называлась сумма, лишатся. А это цифры очень большие для небольшого города, такой, который является Венспилс. Решатся рабочих мест люди? Да, скорее всего. К этому все идет. Вот. Что касается, значит, вот этого капитального ремонта... Соотношение выигрыша и убытков? Капитального ремонта для меня, конечно, больше вопросов, чем ответов. К примеру, хорошо, мы какой-то рейтинг там улучшим, и нам что-то там к нашему рейтингу А добавили плюсик за счет того, что мы выиграли, значит, рассмотрение в Париже в феврале, и нас не включили в серый список. Но если наши латвийские предприниматели, о чем только что говорилось, вынуждены не брать кредитные средства в латвийских банках, а обращаться куда-то в другие банки, это сигнал для инвесторов, которые должны прийти в Латвию, что здесь что-то неблагополучно. И если наши банковские работники банков считают, отказались от принципа презумпции невиновности, ну это говорит о многом. Ведь сейчас достаточно только лишь какого-то подозрения в чем-то незаконном, и банки прекращают работу с резидентами. Я про нерезидентов уже не говорю. И при этом то, о чем, Люся, Вы только что сказали, что банки наших соседних стран, такие как Литва или Эстония или Австрия, они дают без всяких проблем, потому что они судят по экономическим показателям, которые предоставляют эти предприятия, но не вносят туда вот этот очень опасный политический акцент, который существенно осложняет ведение бизнеса. А там, где политика начинает играть решающую роль, иностранные инвесторы часто отказываются. Зачем? Слушайте, ну, Александр, что говорить о том, чтобы привлекать иностранных инвесторов? Если сегодня у нас те инвесторы, которые уже пришли, они как бы намазывают лыжи для того, чтобы бежать. Мы очень гордились тем, что в Рижском порту открылся самый современный терминал по перевалке удобрений Уралхима, Рига фертилайзер терминал. Ну, действительно, это просто сказка какая-то, это система складов этих купольных, куда засыпается сверху, забирается снизу, там эти подземные галереи. И сама цифра, которая, ну, я не знаю, наверное, поражает в самое сердце, что один вагон обрабатывается полторы минуты на этом терминале. То есть, ну, это действительно какой-то космический объект. И этот космический объект сегодня встал под большой вопрос, потому что терминал уходит из Рижского порта. При этом 60 миллионов евро было вложено, из них 24 миллиона – это европейские деньги. Кто-то вот, ну, как бы оценивал это. Кроме того, ладно, хорошо, допустим, Уралхиму Путин, злой Путин сказал, не надо работать с Ригой, идите куда-нибудь. Но мы слышали в прошлом году другой пример, когда тайваньское предприятие «Зелта Брудис», где, с одной стороны, владелец тайваньский предприниматель, с другой стороны, российский предприниматель, вложивший 38 миллионов евро в строительство самого современного автоматизированного склада для строительных инструментов, не подумайте ничего плохого в Рижском порту. Он в прошлом году столкнулся с тем, что ему закрыли счета и, ну, разговаривали так, как будто он преступник. Ну, так это говорит о том, что наши, как официальные лица и те, которые занимаются нашей банковской финансовой деятельностью, они не ставят с собой, как бы, основную задачу защитить и иностранных инвесторов, и тех предпринимателей, которые работают в Латвии уже давно. Они стараются, как бы, сохранить чистоту одежд нашей системы и гордиться этим белоснежным. Ну, почему, что наши соседи в Литве и в Эстонии, а цифры, у них сейчас последние цифры статистики по росту ВВП, они просто несравнимы с Латвией, они не боятся защищать своих предпринимателей и отстаивать. Свою экономику. И свою экономику. И, возможно, не в том ли ситуация, что наши официальные должностные лица не умеют защищать свои позиции своего банковского финансового сектора перед теми же международными институциями и не доказывать. А то, о чём, Люся, вы начали говорить, о том, что даже наши контролирующие за банковской сферой институции, как ФКТК, они не знают понятия, не понимают, какие ограничения наложенные санкции на них накладывают. И обжевшись, как говорится, на молоке, они начинают дуть на воду и перекрывать всё разумное. Не заботясь о том, какие сложностями столкнутся латвийские предприниматели и с какими трудностями, то, о чём вы говорили, столкнутся иностранные инвесторы. Хорошо. Мы сейчас делаем небольшой перерыв. Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас всё-таки звонить по телефону в студию 672-12-93-9, 672-13-93-9 и делиться своими мнениями о том, как нашу экономику затронут санкции и затронули ли они лично вас. Не переключайтесь. Через три минутки встретимся. Добрый день ещё раз, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Подоплёка» и сегодня мы обсуждаем санкции, капитальный ремонт банков и латвийскую экономику, которая за прошлый год уже показала рост меньше, чем ожидалось. И в этом году, к сожалению, начало года такое очень драматическое. По многим статьям нашей экономики, тем, которые раньше давали нам деньги, у нас наблюдается значительный спад. Прежде всего, это транзитный бизнес, который по разным оценкам давал долю ВВП от 10 до 30%, и финансовый бизнес, который съёжился и продолжает съёживаться. Как сообщила госпожа Поргелы, руководитель ФКТК на встрече с предпринимательным в Рижском порту, доля нерезидентов в банковских вкладах в Латвии сократилась с 53% в 2015 году до 18,8% в 2019. Таким образом, страна отдала конкурентам 9 миллиардов евро. И сегодня уже обсуждается вопрос о том, что 150 миллионов кредитных денег некому предложить. То есть никто не берёт кредит. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Да, добрый день. Да, ну вот я, можно сказать, мелкий предприниматель. Да, я столкнулся с капитальным ремонтом банковской системы. Что-то оптимизма в голове не слышал. Счёт закрыли? Это не капитальный. Счёт закрыли или кошмарили? Расскажите, что делали? Нет, я пытался открыть счёт в банке. Маленькое предприятие латвийское планировалось иностранным инвестором. Я потратил на открытие, я открыл в конце концов, я потратил 8 месяцев. Вот если бы этот американский инвестор был не мой брат, то давным-давно... Плюнул бы на всё. Естественно, да. 5 месяцев из них занял открытие счёта в банке. Очень. 2 месяца. Вдохновляет. Для того, чтобы только подать документы на регистрацию предприятия, на предпринимательный счёт, положить до самой капитала, ещё до начала деятельности. 2 месяца банк Цитаделла проверял, через то, как разрешить положить деньги и подать заявление на открытие филипфирмы. То есть никакого отмывания денег там, в принципе, по роду деятельности, по объёмам и так далее, в принципе, быть не могло. И после регистрации фирмы через там определенное количество, я не буду говорить о других там препонах, вот, банк Цитаделла проверял ещё полтора месяца и отказал в открытии постоянного счёта. Без объяснения причин. Так. Как вы вышли из положения? А в конце концов, в четвёртом банке мне открыли счёт. Ну, в латвийском. Вы не ушли в литовский банк, в какую-то платёжную систему? Ну, в литовске платёжную систему, в принципе, ну, можно сказать, случайно. Просто хотел открыть счёт в латвийском банке, я не уверен, что это правильное решение. Угу. Теперь сомневаетесь? Вот. Ну, сомневаюсь, потому что это платвийский банк, у него там повышенная, соответственно, повышенная плата за банковские операции, то есть, видимо, он берёт на себя какие-то риски. Вот. То есть, я считаю, что это не ремонт, это развал банковской системы. Я в бизнесе работаю уже очень давно. Вот. Я очень негативно отношусь к действиям нашего государства в отношении бизнеса, но даже я не мог предполагать, что за последние два года они сделают с банками. У меня есть знакомые действующие производственные предприятия, которые закрывали счастливы. Они лишали... Работающие в Латвии, платящие налоги. Работающие в Латвии, только на Латвии, которые производственные предприятия. Вот им закрывали счета, и они там... Ну, с трудом кто-то выходил из положения, кто-то открывался там действительно в других платёжных системах и так далее. Я считаю, что... Ну, тут можно... Я считаю, что людей, которые привели к такому состоянию нашу банковскую систему, но главное, и банковскую систему связана с этим бизнес-среду. Вот там, по-моему, наш премьер-министр, если я не ошибаюсь, сказал, что вот теперь все это... То, что в Латвии занесли в какой-то там делай список, показывает, что в Латвии благоприятная бизнес-среда. Но это говорит об интеллектуальных способностях господина Каринша, если он действительно это сказал. Он просто не понимает, о чём говорит. То есть в Латвии отвратительная бизнес-среда. Те, кто здесь работают, это надо памятники ставить. А инвесторы, которые сюда приходят, ну, остается удивляться, почему они всё-таки сюда ещё приходят. Да. Спасибо вам большое за ваше мнение. Желаем вам удачи в вашем бизнесе. Развивайтесь, работайте. Да. Будем продолжать это безнадёжное дело. Можно называть работой. Да, да. Хорошо, спасибо большое. Ну, это типичный случай, как говорится. К сожалению, да. И вот продолжение того, чем… Даже Лия, да, я вот перебью вас, Александр. Даже агентство инвестиций и развития уже бьёт тревогу и обращается с предложениями что-то с этим сделать, с этой банковской системой, потому что действительно кошмарит бизнес. У нас есть ещё звонок. Говорите, мы вас слушаем. Алло, добрый день. Добрый. Я не связан с банком со системным, одно замечание. Вот недавно выступал министр наставных дел, Ленкевич. Он заявил, если бы мы не закрыли банк БРНВ, пришлось закрыть нам сейчас бы все остальные банки. О, Боже. Ультиматум какой-то был у меня. Интересно. Ну, Ренкевич, тоже у нас большой экономист. Это три дня назад. Три дня назад действительно было такое заявление министра иностранных дел. Но я не знаю, насколько министр иностранных дел в состоянии так анализировать ситуацию. Это всё-таки не министр финансов, да, не, скажем, люди, которые занимаются действительно надзором за банковской деятельностью. Но меня изумляет гораздо больше и, наверное, я не знаю, опасение меня вызывает от того, что для наших людей, которые находятся на самом вершине властной структуры, больше заботят не то, какие цифры даёт экономика, насколько богатеют граждане, а на то, как тебя похлопают по плечу и скажут И скажут это где-то там в Брюсселе или где-то в Вашингтоне. И вот это, что для человека важнее, а может быть, всё-таки это упирается в том, какой у тебя паспорт лежит в кармане. Ну, вот так вот, я уж думаю, совсем примитивно. Ну, ладно, да, хорошо. У нас есть ещё звонок. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Ну, я согласен с предыдущим оратором. У меня тоже был такой случай. Я торговал со швейцарской фирмой, которая полностью удовлетворяет всем законам. Аудитор у неё Pride Water Coopers. Банк попросил список бенефициаров, на что они сказали, что они дают это только по судебному запросу. Вот, предоставили мне выписку, кто у них член правления, аудитор и прочее. Ну, банк мне после этого, ну, они сказали, ну, дайте судебный запрос, почему мы обязаны раскрывать. У нас под швейцарским законам такого не надо делать. Мы нормальная законопослушная фирма, вот он наш. Большая пятёрка делала аудит, всё в порядке. Ну, после этого мне банк закрыл счёт, и я, в принципе, свой бизнес переношу в другую страну. И что такое манирову? Ну, исландцы в этом манирову в сером списке состоят и живут получше нашего. Ничего страшного не случилось. Скажите, а вот ваша компания в Латвии, ну, сколько налогов она в год платила? Ну, вот что Латвия потеряет с вашим уходом? Ну, в районе 25-30 тысяч евро мы платили. В год? Да. Понятно. Ну, то есть люди у вас работали, соответственно? Ну, люди там особо не работали, потому что мы трейдинговая компания. Пользовались услугами латвийской дороги, латвийских портов, карго, экспедиторов, ну, всякое такое прочее. То есть они тоже что-то платили, соответственно. Понятно. То есть, соответственно, и с вашим уходом, и железная дорога, и порты потеряют какой-то кусочек заработка. Да, именно. Да, да. То есть есть еще другие более вменяемые страны. То есть, ну, швейцарцы мне сказали, почему мы должны это делать? Где судебное постановление, где что? Я вам скажу больше, да, про случай, который я упоминала по поводу тайваньского бизнесмена. С него, у него банк, Светбанк попросил выписки с личного счета. Действительно ли он является предпринимателем? Действительно ли у него есть личный счет? И не пьяница ли он? Вот такой был разговор в банке, понимаете? Ну, политика, это так называемая политика КУС, которая доходит до абсурда. То есть они начинают интересоваться личной жизнью, причем не только твоей личной жизнью, личной жизнью родственников и всем в остальном. Я понимаю, что... То есть у нас сначала была одна крайность, что Латвия ближе, чем Швейцария, и можно было счет там на собаку открыть. Теперь у нас другая крайность, счет вообще не открыть. Понятно. Ну, как бы, ну, то есть... Так что... Я считаю, исландцы молодцы. Не стали ничего выплачивать по кредитам банков, которые там набрали, и попали в этот серый список. Но никто там с голоду не умирает, и был я там, все у них хорошо. Спасибо вам за ваш комментарий. Да, до свидания. Ну, звонки пошли. Наверное, действительно попали мы на очень болезненную тему. Да, есть еще звонок. Добрый день, говорите. Здравствуйте. Вот насчет этого маневого, да? Счинячим восторгом Каринш там рассказывает, мы единственная страна в Евросоюзе, которая из 40 пунктов выполнила 40. А сколько вообще стран в Евросоюзе состоит? Пять или семь, я вот сейчас точно не помню, да? И больше ничего. Я просто вспоминаю 2005 год, когда Евросоюз сюда пришел. И вот эти чинуши, которые вот рекомендации, то есть не требования, а выполнили все рекомендации. И вот ждали, что там типа вот что будет. Это нагнетали ажиотаж. Вот мы такие молодцы, мы самые молодцы. Я их слушаю. Знаете, третье решение 26-го съезда Латвийской республики, да? Вот один в один. То есть вроде же они не старые пердуны, извините, вроде молодые. Но правда наглецы, конечно. Если бы они были патриоты, они бы были руководителями, они бы были гражданами Латвии, а не гражданами Америки или Германии. Если бы они были патриоты, тогда бы вот в Эстонии, в Литве, под домами, которые вот большие, высотные, да? Если там попадался частная земля, отдавали равную, ну только в другом месте. Компенсацию. А в Латвии что Эгглс придумал? Просто это бизнесом. Тысячи негодяев получают и берут практически всю Латвию. Живет вот в таких домах. Насчет Мануэлла, ну просто, вот я просто поражаюсь. Ладно, спасибо. Да, спасибо. Здесь у меня, Люся, есть своя история, значит, 20-летней давности, когда я работал в конкурентном совете, и вот начала Латвия вступать в все эти структуры, готовиться. И собрали, значит, всех специалистов в этой сфере и отправили в Брюссель учиться на две недели. И вот там как раз вот то, о чем предыдущий наш радиослушатель говорил, учили тому, как надо детально выполнять каждую директиву, которая приходит из Брюсселя. И все, вот промывали вот таким вот образом мозги, как вот надо вот слушаться, и какой прогресс ждет нашу страну, если мы будем буквально следовать каждой цифре. И когда нам вот так мозги промыли, в последний день состоялась встреча с представителем Швеции в Брюсселе. Он пришел в вальяжный такой, а там сидели все балтийские страны, и плюс еще те, которые пытались вступать с кандидатами. И он так спрашивает нас. Молодое поколение. Да, ну что вы, вас учили тому, как надо слушаться и как надо выполнять? Так вот, мое мнение, как шведского представителя, все, что вам говорили, забудьте. То, что вам приходят директивы из Евросоюза, это люди в Евросоюзе. Ни один нормальная страна в Евросоюз, в Брюссель нормального чиновника не отпустит. Там либо неудачники, либо люди, которые имеют свою какую-то фикс-идею, которую в его родной стране никто ему не позволит реализовать. Но есть страны, которых не жалко. И там он будет настоятельно рекомендовать реализовать все эти сумасшедшие идеи. Я могу допустить, что швед где-то переборщил, но судя по тому, что происходит в нашей стране... То есть, Латвию не жалко, то есть? Конечно. Кому жалко маленькую балтийскую страну на берегу Студенного Балтийского моря? Ну, слушайте, ну, литовцы и эстонцы ведь, они так себя не ведут. А там другое есть все-таки. Наверное, все-таки у людей есть, что называется, хребет. И они думают о том, что принесет стране, ее гражданам, а не то, как вот, какие одежды, белые одежды будут на тебе и как тебе относятся где-то там за рубежом, далеко за рубежом. Ну, кстати, вы говорите о неудачниках. Вот господин Домбровский, наш бывший премьер, ушел в отставку после того, как рухнула Максима, взял на себя политическую ответственность, и что он уже в Брюсселе сидит, и нам его тут вот цитируют на встречах СФК, ТК. Его речь о том, что да, мы сделали первое домашнее задание, но нам предстоит еще сделать много домашних заданий. Если при этом... Да, Люська, а назовите мне еще какого-нибудь, кроме Домбровскиса, еще удачный какой-то пример. Ну, Пебалкс у нас сидел коммерциаром по энергетике, да, прекрасно себе. И что наша страна... А господин Левец был судей... Что страна по энергетике получила в наша страна? Ведь вы заметите, многие, это не секрет о том, что многие комиссары, которые занимаются, а страна имеет право получить своего комиссара. Они в первую очередь, ну, может быть, это... Продалкивают свои интересы. Может быть, это нехорошо, может быть, это очень плохо, это может быть не по-европейски, но они продавливают интересы свои, лоббируют интересы свои союзственного бизнеса. А что от Европы, от конкретно наших, как бы, выдвиженцев получает Латвия? Пинки. Я что-то не слышал никаких, каких-то преимуществ. Более того, они не пытаются защитить наши интересы нашей страны. Слушайте, если говорить о ПЕБЛКСе, комиссаре по энергетике, то именно в его бытность, при том, что Евросоюз взял на себя по энергетике, по зеленой энергии, там, план 20-20-20, Латвия, имея уже 30, взяла на себя обязательство до 40, да. Да, довести долю зеленой энергетики до 40. То есть, наследие Советского Союза, каскад доугавских ГЭС, который нам давал в энергетическом балансе 30% электроэнергии зеленой, возобновляемой, вообще самой чистой в мире, этого нам было мало, и мы, значит, наводнили страну, так сказать, шарашкиными конторами, которым платит каждый житель ОИК и каждое предприятие этот ОИК, и в итоге заплатили таким... Но здесь, Люся, идет как раз, вот вы абсолютно правильно заметили, еще с советских времен. Не секрет, что тогда, когда шли директивы из Москвы организации укропнения, разукрупнения кокозов, строительство агропромышленных комплексов, строительство каких-то крупных объектов, литовские и эстонские товарищи всегда говорили, да, да, мы будем подумать, и не торопились. Но в Латвии всегда пытались бежать впереди паровоза с тем, чтобы выполнить и перевыполнить поставленные планы. Что изменилось за последние 30 лет? Ну, наверное, то, что мы бежим с другим флагом и в другом направлении, а по большому счету желание выполнить и перевыполнить поставленные задачи, которые никак не сопрягаются с развитием страны, ну, вот они остались. Ну, я тут поспорю, потому что все-таки за предыдущий период развития Латвии ее промышленный потенциал вырос кратно, население ее увеличилось до почти 3 миллионов человек, а сегодня при нашем побеге в другом направлении с другим флагом мы имеем совершенно обратные тенденции и по промышленности, и по экономике, и по населению, к сожалению. А вы знаете, какие статистические данные по населению? Официальные. Миллион девятьсот тысяч. Столько, сколько жило в Латвии по переписи 35-го года. Ух ты! Это победа! Более того, один миллион девятьсот тысяч жили на территории Латвии в 1897 году. То есть мы вернулись в XIX век и продолжаем сокращаться. И вот, может быть, эти цифры данные, вот мы говорим все время о банковской сфере и о том, что ВВП за 19-й год снизился темпы роста в два раза. Но именно банковская сфера тормозит более всего сейчас развитие экономики, если вообще как таковая она возможно. На восемь, почти на девять процентов сократилось банковское оказание финансовых услуг и страхование. И за последний, четвертый квартал почти одиннадцать процентов сокращения. То есть то, о чем наши радиослушатели говорили в звонках своих, это вот система борьбы, так называемые последствия капитального ремонта, они не уменьшаются, а наоборот, вот это вот падение сокращается, увеличивается. И то, что теперь рост ВВП ниже роста инфляции, это говорит о том, что мы фактически перестали расти. В фактических ценах... Ну, то есть фактически если инфляция опережает рост ВВП, тогда мы все платим больше. Платим больше за все и у нас получается. В фактических ценах ВВП растет, сейчас у нас тридцать с половиной миллионов и в фактических ценах выросло ВВП на миллиард четыреста, триста с половиной миллиардов, на миллиард четыреста миллионов, но в ценах пятнадцатого года мы возросли только за неполных шестьсот миллионов. А с учетом того, что в четвертом квартале рост составил всего лишь один процент, а после падения значит транзита, вот этого катастрофического падения в первые месяцы нынешнего года, я не удивлюсь, если станет отрицательной цифрой. И рядом столбики Литвы и Эстонии, они по-прежнему сохраняют темпы роста 3,8-3,9%. Но если говорить о транзите, то конкретно Клайпетский порт за прошлый год опять вырос, то есть литовская железная дорога получит дополнительные грузы, ну соответственно мы своими руками отдаем в руки конкурентов кусок хлеба, который раньше был у наших людей. Кусок хлеба с маслом. С маслом. А у некоторых с икрой. Ну, вот. Было анекдотично, это целая, конечно, отдельная история эпопея с возможным транзитом грузов сырой нефти для Белоруссии. За что Ренкевич упрекал наш Литвовский порт. Да, Ренкевич, как филолог, упрекал специалистов о том, что они никак не реагируют на его благие намерения и его визит вместе с руководством нашей хоккейной ассоциации в Минск. Он привез такие очень удивительно благожелательные нам предложения. Все дело в хоккее. Интересно, да, именно будем развиваться через хоккей. Но удивительно, что последние два танкера, которые Беларусь закупила демонстративно для своих нефтеперегонных заводов, она их закупила не в Норвегии, она их закупила в России. И вот оно элементарная как бы иллюстрация к тому, как наши высокие должностные лица, руководители страны заботятся о процветании своей Родины и обогащении своих сограждан. Ну, в общем, дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих, хочу сказать, в заключение нашей передачи. К сожалению, они почему-то уплывают, судя по названкам, в другие акватории. Но, кстати, вот хочу поделиться, что я связывалась накануне передачи с представителями Балтийской ассоциации транспорта и логистики, хотела пригласить их дать свои комментарии, но они сообщили, что они находятся в Белоруссии с визитом, видимо, пытаются снова договориться в Энспилсе, поэтому будем благодарными им за то, что, несмотря ни на что, они стараются работать и сохранить в Латвии рабочие места, сохранить экономику и положительный денежный поток через банки, которые всяческими способами от этого отпихиваются от наших людей и от клиентов. Сегодня в программе подоплека с вами был Александр Васильев, бывший член правления Энспилсского порта, бывший член Латвийского совета по конкуренции и директор Балтийского форума, и программу вела Людмила Прибыльская. До встречи с вами через неделю и поговорим о том, как поживает Китай, заработали ли фабрики и о чем думает Грета Тумберг. Люся, мне хотелось бы последнюю сказать фразу. Диевс, светы, Латвия. Вот, на этой оптимистической ноте всем доброго дня.